Прародителем этого праздника называют День работника сферой бытового обслуживания, который в нашей стране отмечали с 1988 года. Как самостоятельное событие День парикмахера возник относительно недавно. В этом году специалисты индустрии красоты собрались вместе за пределами своих салонов. Вечеринка получила название Hairdresser Cosmos Party. День парикмахера Парикмахер отдельный космонавт. Мы первопроходство, мы что-то придумываем, мы творим. Но для меня космос это творчество. Замечательная идея. В любом случае профессионалам есть чем делиться. Есть интересы общаться. Это всегда очень творческие люди, очень интересные. Очень поддержимые идеями. Поэтому чем больше они будут общаться между событиями, красивый будет этот мир. Вы знаете, парикмахеры всегда радуют своих клиентов. Мне бы хотелось, чтобы это продолжалось бесконечно. В этот вечер никто не стрижет и не окрашивает. Потому как для хорошего мастера большинство праздников это повод поработать. А сегодня они вправе набраться сил и вдохновения. Ну и между делом ответить на каверзные вопросы нашей редакции. Ну, во-первых, у нас в салоне дресс-коп. Черный-черный белый. Если это окрашивание, да, то незаметно будет краска, если она, например, заляпала одежду. Я недавно полюбила черный цвет. Наверное, я отношусь теперь к лучшим парикмахерам. Ну и, наверное, он стройнит. Мужчины, конечно. Они не думают, когда работают, о том, как отвезти ребенка в садик. Или во сколько его надо собрать. Или что смотреть на обед. Они сенсором посвящают себя работе. И они думают о том человеке, который к ним пришел в данный момент. Поэтому они творят, естественно, лучше женщины. Ну, я бы не сказала, кто лучше. Здесь с талантом. Или он есть, или его нет. Скажу, как женщина, пусть это будут мужчины. Но мы-то знаем, что мы лучше. Отдых. Конфеты. Всякие сувениры. Самый лучший подарок – это от мужа. Он поздравил и сказал, что я самый лучший мастер. Нет. Сжигают. Да я бы не сказала. Ну, может быть, кто-то это и делает, но мы этого не делаем. Да. Мы любим это делать. Ожидаемые подарки получил каждый. Шампуни, маски, стайлинги, сертификаты на обучение. Последние, как никогда, актуальные у мастеров. Мы поддерживаем среди парикмахеров, потому что это внутри моды. Здесь они не могут позволить себе стоять на месте. Мода меняется. И на тайне менее заметные, а иногда более заметные. Даже если взять любой модный дом, все это легче выходит в базу. То же самое, то есть, как развитие каких-то модных культур. Он всегда оказывает влияние и на моду, на волосы, на трешки, на принцессы, на формы. Соответственно, также развитие моды. Моды в Одесске оказывает огромное влияние. Поэтому, если мастер, даже пусть мастер работает в небольшом салоне, но он не отслеживает тенденции, он не потеряет своих клиентов. Поэтому это исключительно важно. Он, наверное, даже важнее, чем работать в других профессиях. Несмотря на то, что конкуренция в этом направлении большая, здесь собрались коллеги. Люди, которые уверены в себе и в своих силах. Готовы обмениваться опытом и делиться с друг другом позитивной энергией.